Всех приветствую! Друзья, сегодня сделаю небольшой информационный обзор на автомобиль, который пригнан из Европы, пригнан на перепродажу. Сейчас конец февраля 2024 года и мы посмотрим, что пригоняют, с каким пробегом и в какую стоимость. Итак, сегодня у нас пятерка G30 в кузове седан, полноприводная и с правильным мотором 30D. И, ребят, здесь еще одна ремарка, она 249 сильная, то есть до налоговой в России. Объясню почему. Машина из Италии, поэтому в Италии, если вы когда-то рассматривали покупку автомобиля, зачастую трехлитровые дизеля попадаются, как и в России, до налога. 249 сил, а не 265, как в других европейских странах. Итак, про сам автомобиль. Сейчас я вам немного его покажу по экстерьеру и интерьеру. Это 2020 год, трехлитровая, как и сказал, 249 сильная, дизельная машина с полным приводом, лакшери-лайн, комплектация. Здесь 112 тысяч оригинального пробега и стоит она чуть меньше 5 миллионов. 4 миллиона 950 тысяч рублей. Ну а теперь, кому это интересно посмотреть на этот автомобиль, давайте продолжать. Посмотрим, что есть по комплектации. По комплектации есть у нас очень злая физиономия, так как у нас рест. С 2020 года пошли рестайлинги G30 и G31 пятерок. На машине установлены камеры кругового обзора, камеры 360, большое обилие хромированных накладок. У нас BMW LED-фары. Очень красивая внешность, как спереди, сбоку, так и сзади. Такой премиальный немецкий D-класс. Очень красивая машина в реальности и, значит, очень классно она, ребят, ездит, ускоряется. Это вам не двадцатки. Хотя двадцатки также машины, на мой взгляд, неплохие по динамике и расходу. А расход у нас приблизительно такой же, как и на двухлитровом дизеле. Итак, задняя часть очень и очень выглядит зачетно в рестайлинге. Вот эти диодные матовые фонари. Есть шильда, что это полный привод X-Drive. Вот она, самая, наверное, приятная вещь. Это индекс, который, значит, в потоке говорит уже о чем-то, да, что этот автомобиль может очень быстро ускориться, сделать какие-то быстрые, резкие маневры. То есть чуть-чуть подкинуть здесь стейдж, ребята, и будет порядка 315-320 лошадей и 750 ньютонов крутящего момента. Ну, может, чуть поменьше крутящего, но все же она поедет на порядок быстрее. И восьмерка ZF переварит без проблем вот эту всю мощность. Итак, ребята, давайте все по комплектации. Уже отошел от темы. 4950, 112 пробега, 20-й год рестайлинг. Итак, камеры кругового обзора сказал. Есть такой сдвижной люк в автомобиле. Есть бесключевой доступ в автомобиле. Слепые зоны, очень нужная вещь. Крышка багажника у нас с электродоводчиками. То есть открывается... Ну, машина сейчас, нужно ее открыть. Вот машина. Я забыл это сделать. Да-да, вы заметили, да, белокурый красивый кожаный салон. Из такой настоящей приятной кожи. Итак, вот электрокрышка. Большой багажник. Можно закрыть при наличии ключей в кармане этот автомобиль, не подходя к ручкам. Так, давайте. На всех ручках, естественно, есть датчики без ключевого доступа. Такой вот шикарный задний диван. Есть фоновые подсветки. Ну, здесь она красная, сейчас светится, так как дверь открыта. Вот такие вот красивые подсветки. Их можно менять. Подлокотник, все, естественно, присутствует. Так, дальше. Двухцветные красивые карты. Сидения у нас ломайки. То есть максимальные настройки. На две персоны водителей есть память сидений. Естественно, все автоматические стекла. Подогрев зеркал, складывание. Все здесь присутствует. Также присутствует хорошая акустика Harman Kardan. Ну, Kardan я так, как Kardan шутя, конечно, называю. Бумеранги. Вот они. Здесь вы можете найти оригинальный пробег. 249 лошадиных сил. Есть проекция на лобовое стекло. Огромный-преогромный планшет. Вот камера, ребят, по кругу. Раздельный климат. Подогревы сидений. Также присутствует. Несмотря на то, что она из Италии. Есть беспроводная зарядка. Вот она. Подстаканники. То есть, автохолд. Естественно, всякие вот такие опции. В машине присутствует. Настройка электрическая рулевой колонки. То есть, без проблем. Название комплектации. Так, ну, наверное, самое главное. Я вам рассказал по автомобилю. Показал, да. То есть, и теперь, наверное, сейчас мы на ней поедем. Немного прокатимся. На этой пятерочке 530D. Покажу приблизительно вам динамику. Так, друзья, давайте сейчас немного на ней покатаемся. Сейчас я вам покажу приблизительно небольшой отрывок, как она может разгоняться. Вот так, все греет. Сейчас, одну секунду. Так, вот, охот уберем. Выключим стабилизацию. Чтоб более эффектно можно было как-то развернуться. Ребят, вы слышите, да, ее? Рыки. Так, здесь гололед, поэтому... Или еще пообратно стабилизацию. Блин, как же кайфово они работают по звуку. Вот эти трешки, шестицилиндровые рядные моторы. Вот BMW. Проекция на лобовое стекло. Самое правильное решение. Никаких вот этих, как у Passat, плашек пластиковых. Конечно, стекло с проекцией, которое отображает, будет дороже, чем обычное стекло. Но все же она такая ненапрягающая. Вот эта вещь. Так, нам нужно успеть. Светофор. Блин, мягко идет по неровностям. Так, ребят, ну вот в комфорте, к примеру, да, вы едете такой. Так, топнули чуть-чуть. Ел-бало. Как же кайфово она задирает морду. Так, ну дальше не будем. Тормоза тоже у нас очень хорошие, острые. Поэтому трешка это самый правильный выбор. Если у вас есть финансы на покупку такой машины, лучше, ребят, переплатите, чем брать двухлитровую. Мой вам совет. Потом не будете жалеть через 3-4 месяца или полгода, когда вы уже прикатаетесь к двухлитровому дизеле. Двухлитровый дизель тоже не могу назвать овощем, если его еще и прошить, но он не будет трешкой никогда. Это я вам говорю, человек, который очень большое количество времени ездит на таких машинах. На трехлитровых дизелях, на двухлитровых. То есть машина просто кайф. Шумоизоляция здесь великолепная, отделочные материалы великолепные. То есть по набору опций здесь все есть. Хотите вы качественную музыку, Харман вам в помощь. То есть свет очень мощный. Пусть он там не лазер никакой здесь, да, то есть, но в ночное время вы точно комфортно будете видеть освещенную дорогу перед вами. Так, ну даже можно выбрать спорт. Вот спорт коробку. И вот с места, ребят, чтобы вы понимали. Ёл-палки. Как же она выпрыгивает. Да. Ну и могу отметить очень хорошие тормоза. Так, я вижу тоже фары бумера, который хочет, но у него не выйдет. Я говорю, понимаете, здесь мне кажется, BMW это такая наркомания. Короче, легкая авто. Вот он увидел меня. Я не знаю, где вам показать. Вот видите, BMW. И тоже максимально хочет как-то ускориться, обогнать. То есть какой-то... У него включился режим лидера, что ли. Но я думаю, что если это двушка сзади... Я просто не понял, трешка или это, по-моему, трешка ездит. Да, это G20. Но он не решил не соревноваться с нами. Но я думаю, скорее всего, это двухлитровая тройка была G20. И у нее нет шансов, к примеру. То есть... Просто самолет. Паровоз, как хотите его называйте. То есть здесь такой стабильный разгон. Да, ребят, включаю обычный режим. Комфорт. Здесь просто даже кайфово на ней вот так вот покататься. Это вам просто приблизительно показал разгон такой, знаете, минимальный. Не хочется ехать сейчас куда-то там на трассу. Как-то максимально показывать там 200+. Как она может разгоняться. Поверьте, 240 она вообще в легкую поедет. Там 235 без проблем. Ну, а по городу комфортно так вот. Едете, катитесь, чуть нажали. Услышали приятные нотки трехлитрового шестицилиндрового рядного мотора. И поехали вперед. Просто машина для души. Ну, как по мне. Я далеко не влаголюбитель. Поэтому BMW мне очень близко, так скажем. Ребят, еще раз. 112 тысяч пробега. Это рестайлинг. 2020 год выпуска. Цена его 4950. Если у кого какие-то будут вопросы, ну, звоните, пишите. Мой номер есть в описании к каждому ролику. То есть, с вами был Дмитрий. Всем всего хорошего. Не болейте. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова